Между ними происходит губы костной ткани по каким-либо причинам. Чаще всего они связаны либо с перегрузкой окклюзионной или с воспалительными какими-то реакциями в области. Молодой пациент, лет через пять здесь будет рецессия. То есть уже сейчас можно ее спрогнозировать. И скорее всего, что здесь есть первичная дегестанция кости. Соединительная ткань удерживает объемы ткани, хорошо поджигается, эпителий прорастает, чем его больше, тем хуже. Это положение тоже имеет все это отношение к положению альвеолярного гребня, но это вот индивидуальные особенности анатомические, которые тоже нужно учитывать. Но это именно в зубосохраняющих операциях, переимплантной зоне, если у вас будет такое положение кости, вы как-то будете позиционировать по-другому просто сам имплантор. Мы немножко повторим сюда, что такое краевая десна, не прикрепленная или свободная, маргинальная часть, как угодно ее можете называть. Прикрепленная десна и слизистая. Очень важно, вот то, что там написано, это свободная и прикрепленная десна, это у вас в общем и объем вашей кератинизированной ткани десневой. А очень важно, что соотношение, с учета планирования каких-то пластических мероприятий в области парадонта, соотношение прикрепленной десны к свободной. Если у вас свободный десны, такое бывает, больше чем прикрепленный, то все ваши мероприятия по пластической хирургии парадонтальной должны проводиться только с забором трансплантатов. Вы не получите там никогда и ничего без, либо трансплантант соединительной тканой полнослойной, либо расщепленной, либо на ножке. Но там обязательно должен быть трансплантант, потому что своих тканей там никогда не хватит и слизистые они никогда не прирастут туда, куда ты их не притягиваешь. Если зона прикрепленной десны равна по вертикальному объему зоне свободной десны или краевой десны, то в принципе здесь уже смотрится клинически, насколько есть травматизация, насколько, какая рецессия, какой класс при первом классе рецессии. Ну это вариант, в котором вы можете сосочек переместить, ничего никуда не добавляя, и сделать репозицию лоскута, и перемещения сделать какие-то. В общем, это не самый плохой вариант, он не очень хорош, но такой средненький. Ну и конечно, здесь нам представлен хороший вариант, когда краевой десны в два раза меньше, чем прикрепленной ее, прикрепленной десны достаточный объем. Здесь можно, в общем-то, даже и третий класс иногда без лоскута прооперировать при условии сохранения межзубных сосочков высоты, возможности каких-то восстановлений, может быть, ортопедических, здесь будет хороший результат. Вот это соотношение, оно важно при ваших любых планированиях. Я чуть-чуть, если можно, я, может быть, мне очень это интересно, коснусь уздейчик. Раньше был тест. Тянем, получили эшемизацию, режем обязательно, там какими-то треугольниками, чем хотите, режем обязательно, кто-то просто подрезал. Сейчас, в общем-то, как бы стали говорить о том, что если у ваше соотношение в области краевой десны и прикрепленной десны вот такое, как здесь, то какое бы ни было низкое расположение уздечки, она не требует коррекции. Вот при таком распределении тканей ничего не произойдет. Не будет там ни рецессии, ни травмы от этой уздечки. Только если она не вплетается вот сюда в межзубной сосочек центральной, да, и уже не произошла утрата сосочка. Но, как правило, вот при таком биотипе этого не будет. Если только у вас есть диастема у пациента. Это уже вызвано больше даже не тянущей уздечкой, а травматизацией сосочка пищевым комком. То есть там причина уже другая. Если у вас соотношение десны один к одному, краевой прикрепленной, тогда вы смотрите на положение уздечки. Если она доходит до свободной десны, вы ее делаете. Если она не доходит, как бы она вам короткой ни казалась, вы ее можете оставить. И не трогать этого пациента. Опять же, если у вас соотношение десны самое неудачное, когда краевой десны больше, чем прикрепленный, вы делаете уздечку, даже если она расположена выше орбиты зуба. Даже в этом случае, потому что здесь будет при таком типе слизистый, любой травмирующий фактор. Рекомендовано в таких случаях делать ее не классическими перемещенными треугольниками, а рекомендовано делать ее тоннельной техникой, когда вы рассекаете прямым разрезом зону уздечки и тоннелем отслаиваете, а вот этот вот плоскут, ушиваете между собой просто вот эту границу, этот разрез, и подшиваете его к надкоснице. Таким образом, у вас здесь есть возможность, что вот здесь у вас сохранится прикрепленная десна, и не будет лишнего рубца, который при такой и так тонком биотипе слизистой будет постоянно тянуть. То есть, как только мы видим тонкий биотип слизистой, мы сразу думаем о том, что нужно максимально уходить от любых рубцовых изменений, которые могут возникнуть после наших каких-то пластических мягко-тканных манипуляций. Это биотипы, печальная картина, и вот мы, наверное, сейчас... С биотипами десны все понятно, да, думаю, что надо остановиться. Алексей, а у меня классификация по Миллеру здесь нету, да? Я тогда вот по этому слайду, наверное, надо ее рассказать. Быстро озвучу классификацию по Миллеру, чтобы напомнить немножко как-то такие академичные знания. Вот это первый класс, минимальная рецессия с полным сохранением межзубных тканей, не выходящая за зону прикрепленной десны. Второй класс может либо доходить, либо иногда пересекать зону прикрепленной десны и слизистой. Ну вот, я бы сказала, так как здесь, вот это второй класс, если бы здесь не были бы утрачены межзубные ткани. При втором классе межзубные ткани должны быть сохранны. Поэтому первый и второй класс являются благоприятными для каких-то пластических манипуляций. Третий и четвертый, о которых мы сейчас поговорим, являются уже менее благоприятными. Третий класс пластика производится стандартно только с индиционными тканами и с полным тантами. По поводу четвертого класса, сначала рекомендована всегда костная пластика, потому что чаще всего это вызвано ну понятно, что вот четвертый класс с полной утратой сосочков, переходом за слизистой, потому что вот здесь нету вообще прикрепленной десны, здесь начинается сразу слизистая. В таких случаях показана либо вообще экстракция зуба, да, и замещение этого дефекта имплантатом с костной какой-то пластикой, да. Или если пациент очень хочет, ему этот клык очень безумно дорого, то можно сделать костную пластику, ортопедическую коррекцию обязательно, укорочение длины зуба, восстановление контактов между зубами с максимальным опекальным смещением межзубного контакта. Почему? Потому что чем ближе ваш контактный пункт, тем быстрее туда пойдет коронально смещаться десневой сосочек и расти. Это еще для тех, кто занимается ортопедией. Мы сейчас остановимся немного на швах. В общем, в хирургии, в любой, мы используем резорбирующиеся швы, нерассасывающиеся швы. Про дентологии принято использовать только нерассасывающиеся швы, которые надежно фиксируют мягкие ткани и снимаются непосредственно на докторе. Есть отсроченная резорбция шовного материала, такого, например, как векрил, который начинает рассасываться при максимальной нагрузке через где-то 25-30 дней, как заявляет фермопроизводитель. У меня векрил не рассасывался ни разу, я не видела. Честно могу сказать, потому что я им работаю постоянно и очень уже давно. Один из моих любимых бушевных материалов. Хотя, если я там когда-то занимаюсь имплантацией, то предпочитаю, конечно, ушивать монофиламентами, нитями. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!